Сдулся наш апостол, прорвало его. Налет святости, вежливости и любви к человечеству снесло от легкого ветерка критики. Нежная овечья шкура лопнула, и что же под ней? Наш запредельно добрый Владимир перешел к откровенным, дерзким, криминальным угрозам, зоновским аллегориям, запугыванию и чисто зэковским оскорблением. Наслаждайтесь. Я же предупредил тебя, вся твоя спесь, я тебе просто сразу говорю, она будет стекать в штанину. Кстати, я должен предупредить, Мунтян Минздрав Министри, простите, опять сокращенно МММ получается, предупреждает смотреть мои передачи блоги вредно. Эта излишняя мозговая активность с точки зрения Центра Возрождения мешает вашему духовному росту, процветанию и благословению. Я вот подумал, так теперь буду и писать перед каждым своим роликом. Мунтян МММ предупреждает. Эти передачи, они лишают, лишают близости с Богом. Они лишают возможности к исцелению, выздоровлению, процветанию. Еще одну фразу я позаимствую из последней полной угрозы хамства передачи Владимира Мунтяна с обращением ко мне. Это просто шедевр, перл, вишенка на торте, виньетка интеллекта и духовности, экслибрис от Центра Возрождения. Другая перспектива. Вот почему другая? Вот у нас одна перспектива. В последнем своем блогерском эссе известный целитель-кудесник Владимир Мунтян наконец-то снял маску. Этот апостол, прости господи, невольно, ну просто никто ему не подсказал, что нужно держать себя в руках, невольно вывалил свое духовное нутро и откровенно расконспирировался. Нежным голосочком, со святым выражением лица, точно как у Аркадия Мавританского, католического святого 4 века, Владимир Мунтян записал блог с вопросом ко мне. «Геннадий, почему ты такой злой?» Я ответил по порядку с расстановкой, объяснил причину моего недовольства его аферистической деятельностью, моральными стандартами и почти откровенной уголовщиной. И вот тут, о чудо, Владимир преобразился. Апостола понесло. Говоря языком боксеров, а у меня несколько сынух-ореликов с титулами чемпионов страны, оппонент раскрылся. Чуть-чуть придавило, и доброта, нежность и братолюбие полезли из всех щелей. Владимир Мунтян перешел с духовного пастырского на криминальный. И в этом амплуа, надо признать, он выглядит куда естественней. Я помогу тебе поумнеть. Памперс на твой рот надену. Кстати, заканчивая мои апологетические блогерские заметки по поводу этой персоны, а также для того, чтобы не сильно пропитаться ядовитыми испарениями духовности Центра Возрождения и его лидера, я, пожалуй, еще более дистанцируюсь и перейду с Владимиром на «вы». Владимир, вы утверждаете, что я разговариваю на блатном жаргоне. Осмелюсь сказать, что здесь у вас опять интеллектуальная рокировка, причем длинная, на ферзевом фланге. Извините, я отвлекся. Я на вас, Владимир, не в обиде, потому что понимаю, что мой морфологический ряд диапазоном не совпадает с вашим. Но это как передатчик с приемником, и, вероятно, по этой причине он и кажется вам блатным. Но здесь я вам не смогу помочь. Здесь нужно чудо уровня подъема инвалида без ног, с коляски. Так что это больше по вашей, Владимир, части. Волюнтаризм. В моем доме не выражаться. Вот что еще я наблюдаю, присматриваясь к вам, Владимир, к духовным аферистам. Какая-то у вас межгендерная тяга к оскорблениям мужиков путем произношения их имен в женском роде. Некоторые мои беспризорники, в силу многолетней жизни на улице, точно так пытались друг друга унижать, переходить в отношениях к мальчишке на «она». Но мы их отучили от этого плоского, примитивного юмора. Но с апостолами, конечно, сложнее, чем с моей басоты. Владимир, если сами не можете от этого дурного стиля избавиться, реабилитационный центр Республика Пилигрим к вашим услугам. Вы хоть по возрасту и не вписывайтесь, но по уровню юмора вполне пройдете. Обращайтесь. Ты бы уже был не Геной, а Леной. Вам, Владимир, почему-то кажется, что вот это переименование меня в «Лену» круто и стильно. Стоит заметить, что вы, Владимир Мерчавич, не первый, кто в полемике, утратив аргументы и теряя контроль за эмоциями, переходит сильно вниз на вот этот горлумизационный уровень. Скорее всего, что вы не виноваты. Оно, наверное, само собой выскакивает. Думаю, что это что-то вроде хвоста павлина в период полового созревания. Отдельно стоит отметить неоднократные намеки апостола на то, что в моем служении детям беспризорным, сиротам, могут быть скрытые мотивы педофилии. Я понимаю, Владимир, что у вас было тяжелое детство, но все-таки не стоит мерить этот мир исключительно зоновскими критериями. Возможно, вам сложно это представить, но кроме мотивации в виде денег и секса бывают еще некоторые вещи. Но об этом не сегодня. Просто напомню, что любовь Христова все еще действует в людях. И дай вам Бог понять, что есть широта, долгота, глубина и высота, превосходящие всякое разумение любви Божьей. Кстати, только сегодня об этом проповедовал. Три, можно сказать, сферы. Гордость, секс и деньги. Владимир, если вы захотите, можете поговорить с моими приемными сыновьями о моей возможной сексуальной мотивации в работе с ними. Приезжайте. Мои ребята и чемпионы Украины по боксу, и в том числе солдаты с многочисленными боевыми наградами за мужество, вам все внятно растолкуют. Впрочем, я не в обиде. Вероятно, это психологические травмы из-за слишком частого пребывания в четвертом измерении. Кстати, когда дойдете до седьмого, выйдите с орбиты на связь и сообщите. Мне будет интересно взглянуть. Просто как к эксперту, религиоведу. Мне любопытен этот редкий клинический случай. Он мне говорил, как надо мыслить, как надо думать. Он влаживал в мою голову четвертое измерение. Последнее. Среди множества перлов, выданных на гора вашим Владимир апостольским потоком духовного сознания в прошедшие дни, постоянно выпячивается вопрос о деньгах и о том, собираю ли я их в Америке. Я уже признал в предыдущем блоге, почему я очень злой, что по сравнению с вами я в этой сфере не вдаха. Дело в том, что я, придя в церковь, оставил успешный, собственный, инновационный, если хотите, бизнес. Месячную зарплату Столивара я зарабатывал за несколько часов своего собственного, простите, интеллектуального труда. И это не было мошенничество вашей юности. Вы же, Владимир, придя в церковь, устроили и бизнес, и финансовую пирамиду в Доме Божьем. Что-то я не припомню, чтобы вы изобрели нечто вроде Майкрософта. Да и Убер, насколько я информирован, не вами создан. Но зато теперь вы можете жертвовать миллионами своих личных долларов. И тут я с грустью замолкаю. Я сам пожертвовал сто тысяч долларов. Я пожертвовал миллион долларов. Вы винер, Владимир, я лузер. Бесперспективное противостояние. Это многосерийная тягучка, сиквел Том и Джерри. Я против и заканчиваю. Это разносторонние векторы, параллельные миры. Они вряд ли сойдутся. Я действительно прошу деньги в Америке, Европе, Папуа-Новой Гвинеи, Барбадосе. И, конечно, в Антигуа и Барбуда. У меня есть официальные благотворительные фонды. Но они, конечно же, далеко не так успешны, как ваши пирамиды. Миллионы я не жертвую, и у меня их нет. Но они действительно прошли через меня. И не в Феррари, 95-й квартал. На праздники. Прямо сейчас я рассматриваю вопрос о продаже своего раздолбанного старого микроавтобуса, чтобы хоть как-то закрыть ненадолго долговую яму. Даст Бог, прорвемся. Почти два десятка лет я руковожу крупнейшим детским реабилитационным центром для беспризорных в бывшем СНГ. И еще длинным списком социальных проектов при нашей церкви и благотворительном фоне. Вы неоднократно говорили о каких-то государственных деньгах, Владимир, которые мы якобы получаем на это. Простите, но вы в очередной раз брешите. Вся государственная помощь за эти годы на наш детский реабилитационный центр не перекрыла и 5% трат. Все остальное – это почти 20 лет по 3000 прошедших только через детский центр. Самой сложной социальной категории детей – это десятки сотрудников, цистерны съеденных борщей, эшелоны, наверное, котлет, контейнера, сношенные одежды, обуви и так далее. Все это средства, которые я собирал, собираю, просил и прошу по сей день. А что касается моих приемных 32 детей за эти годы, то я на них потратил в 10 раз, как минимум, больше того, чем выделяло мне государство. И еще раз. Только три недели назад мои дети впервые в жизни вошли в нормальную комнату. А у нас с супругой ее и по сей день нет. Но мы не унываем, Бог усмотрит. И уж, конечно, свою судьбу и свой крест на вашу аферу, Владимир, и на ваше преуспевание я не променял бы ни за какие миллионы и ни за какие ковришки. А вообще забавно, Владимир, что я вам про теологию морали, а вы мне про деньги и педофилию. Привет старику Фрейду, ведь я говорил ему тогда за завтраком. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Впрочем, простите, я опять освоил. Над вами потешаться будут. Владимир, попугав меня судами Духа Святого за критику в ваш адрес, вы перешли на угрозы криминального плана. Смесь Духа Божьего с бандитизмом – штука не новая. В Уганде целая террористическая господня армия сопротивления во главе с Джозефом Кони и по сей день действует. Попугают хулой на Духа Святого и переходят к террору и отрезанию голов. Ну что ж, поздравляю, Владимир, не отстаете. Я, конечно, рад, что мы не в Уганде живем и, слава богу, не камеру с вами делим. Хотя риторика у вас именно этого порядка. Сочувствую. Еще пару слов. Вы, Владимир, поостыв от криминальных угроз, начинаете пугать меня бряцанием журналистского оружия, журналистскими расследованиями моей деятельности. Разочарую вас, апостол, тут вы опоздали лет на 20. Количество снятых о моей работе расследований, фильмов, репортажей, спецкорреспондентских проектов и даже голливудского фильма уже давно вышло из-под моего контроля. Украинские, российские, на минуточку, европейские и американские телеканалы и журналисты работали с нами не раз. Только вот получалось что-то абсолютно противоположное тому, что снято уже очень многими ТВ-проектами о вас, Владимир, и о вашей аферистической деятельности. Пугаете за козухой? Да ладно, расслабьтесь. И это мы давно проходили. Это было столь же глупо, как и весело. Очень весело. При этом сам Махненко частенько ездит в Соединенные Штаты Америки, где требует, чтобы армия НАТО немедленно уничтожила все войска ополченцев. И еще одна корректировка и мои извинения. Письмо от девушки о сексуальных домогательствах, которые я цитировал в прошлом блоге, мне прислали бывшие сотрудники и соработники Владимира Мунтяна. Наряду со многими историями, еще не опубликованными материалами. Если эта история не о вас, Владимир, а еще об одном небезызвестном апостоле Сандеи, то я, конечно, извиняюсь. Перед девушкой извиняюсь. Хотя думаю, что кто именно из пасторов к ней домогался, ей не принципиально. Но по сути вопроса я не извиняюсь перед Владимиром. Потому что хрен репы не слаще. Вот здесь точно ваших, Владимир, о ваших домогательствах, джакузи с девочками и порнушкой. Это свидетельство одной из ваших бывших приближенных из расследования телеканала «2 плюс 2». Потом он стал каждую лапать. Ну, типа, обнимать. Сказал, хочешь ли ты быть моей любовницей? А с меня выскочила женой. Я, конечно же, заканчиваю этот утомивший меня и уже действительно бессмысленный апологетический разговор. Просто хочу поблагодарить Церковь Христову в самом широком смысле этого слова. За то, что мы не утратили апологетический дух. Спасибо христианским лидерам еще несколько лет назад. Хоть и слегка запоздала, с моей точки зрения, но все же определившимся по отношению к мунтянам. Церковь Украины в лице епископов Межцерковной Украинской Рады дала достойную оценку явлению под названием мунтинизм. И назвала все своими именами. Просто продублирую это обращение епископов. Украинский Межцерковный Совет призывает всех христиан в Украине и за ее пределами, а особенно руководителей церквей, быть осмотрительными и, имея страх Божий, остерегать себя и вверенных людей от влияния деятельности Владимира Мунтя. Ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Украинский Межцерковный Совет, 15-10-13-го года. И еще пару слов к тем христианам, кто плохо знает Писание и историю церкви, и упрекает меня в том, что подобные переписки с Владимиром Мунтян – недуховное явление, якобы, наносят вред христианству. Вы правы с точностью наоборот. Урон и телу, и делу Христову наносит молчание. Обратите внимание на то, что в Новом Завете, открытом для всего мира источники, есть десятки мест, в которых публично защищается Евангелие от перекосов, в том числе с прилагаемыми конкретными именами и очень даже жесткими аллегориями. Просто подумайте вот об этом. Ниже отрывок из моей книги «Казнить нельзя помиловать», просто процитироваю. «Защищаю» – так переводится греческая апологетея. Мой ответ Владимиру Мунтяну принадлежит к разделу популярной апологетики, и она не является новым жанром в церковной истории. Ветхи и Новые Заветы полны апологетическими отрывками и борьбой за чистоту слова Господня. Практически каждый новозаветний автор сравнивает свои взгляды с теми искажениями, которые набирали силу в его время. Иаков пишет «Что пользы, братья мои, если кто говорит?» И дальше идет защита здравого понимания веры от перекосов. Петр заявляет о необходимости защиты своих взглядов. Апостол Павел ни раз и ни два защищает Евангелие от искажения. В ранней истории церкви апологетика, как богословский жанр, играла не последнюю роль. В споре не столько рождалась истина, сколько защищалась. Церковь пронесла нам с вами евангельское учение через 20 столетий не под аплодисменты сторонних наблюдателей, но под давлением как внешним, от репрессий, от языческого прессинга, так и внутренним, ветроучений и ересей. Церковь занималась апологетикой всегда, одной рукой неся Евангелие народам, второй защищая слово Божье посредством слов апологетов против прибавок и новшеств. Нет оснований полагать, что сегодня нужда в защите Евангелия отпала. Пожалуй, даже наоборот. Наш век предъявил больше всего попыток исказить вечное Евангелие. Слава Господу попыток бесплодных в конечном итоге, ибо слово Божье, как скала, не поддается нападкам даже самых сильных волн. Но что касается людей, стоящих на этой скале, картина принципиально иная. Сам Иисус предупреждал, что лже-пророки и лже-учителя многих прельстят. Поэтому я потратил несколько часов и нервных клеток на эту переписку Оригена против Цельса. И не скрою, я рад, что апостол публично сдулся. Имеющий уши слышать, да услышит. Другая перспектива. Проект пророческой журналистики. Меня зовут Геннадий Махненко. Спасибо за комментарии, лайки, перепосты. Я действительно верю, что Бог здесь, и он не молчит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!